Добрый день, наши дорогие друзья и коллеги! Ровно пять лет исполнилось с того момента, как в городе Кисловодске был открыт информационно-культурный центр имени Александра Исаевича Солженицына. И мы с вами в этот прекрасный майский день были вместе, радовались этому событию. И вот сегодня мы рады поздравить вас, наши уважаемые коллеги, с первым, пусть небольшим, но юбилеем. Мы считаем себя тоже несколько причастными к этому событию, к этому юбилею, поскольку есть нечто общее, что связывает наших героев и Михаила Юрьевича Лермонтова, и Александра Исаевича Солженицына. Более того, хочу сказать о том, что вот пять лет мы были все вместе, мы вместе радовались тому, что на литературной карте Кавминвод появилось еще одно интересное место, музейный центр, культурный центр Александра Исаевича Солженицына. Мы поздравляли коллег, говорили о том, что будем очень тесно сотрудничать. И вот, казалось бы, но уже случился первый, пусть небольшой, но юбилей. И сегодня мы от всей души, от всего сердца хотим поздравить с этим событием наших замечательных коллег и пожелать им еще очень много юбилеев, пожелать им, конечно же, творческих побед, успехов, достижений. Пусть экспозиции расширяются, пусть количество посетителей растет. Но одним словом, одним словом всех музейных благ мы желаем нашим дорогим коллегам из Кисловодска. А вот несколько слов сегодня мне хотелось бы, конечно, рассказать об Александре Исаевиче Солженицыне и о том, как он связан с нашим музеем и с личностью Михаила Юрьевича Лерман. Вы знаете, наверное, самая главная и важная тема, которая объединяет этих двух великих мастеров слова, на мой взгляд, является тема Кавказа. Кавказская тема. Если для Солженицына Кавказ был родиной, миром его детства, миром, куда он вернулся после изгнания, то для Лермонтова Кавказ был местом ссылки, местом его военной службы, но в то же время местом, где он разрешал самые важные, вечные проблемы, вопросы ставил, находил на них ответы. Это место, где он формировался как поэт, как писатель, это место, которое он неизменно любил, куда возвращался, и так уж распорядилась судьба, что именно здесь, на Кавказе, он принял свою смерть. Вы знаете, вот об этой особой любви к Кавказу и вот о том, что эта тема будет вечно связующей между двумя личностями, Лермонтовым и Солженицыным, сам Александр Исаевич написал в своем очерке, который был опубликован в 2008 году Натальей Дмитриевной, очерк так и называется, «Мой Лермонтов». И вот небольшая цитата. Александр Исаевич пишет. «Кавказ я и без того ощущал, как свой близкий, соседний с местами моего детства. Да в редкие прозрачные утра мне даже доводилось из Южного Ставрополья видеть весь величественный хребет в его целости и грозности. Не какие-то дальние страны, из Феневора Купера и Жуля Верна, а вот он, великий сосед. У Казбека с шат горою был великий спор», тут же приводит Александр Исаевич цитату из Иернатора. Действительно, Кавказ связал две эти личности, связал их воедино. И вот эта тема кавказская, она особо всегда проявлялась и в личной, и в творческой биографии одного и другого. Вот этот очерк, о котором я сегодня вспомнила, который он называется «Мой Лермонтов», В этом очерке Александр Исаевич рассказывает о своем отношении к Лермонтову, о том, как он познакомился с его творчеством. Это было в раннем детстве. Он пишет о том, что было очень мало книг для чтения, но среди этого небольшого количества книг, к счастью, оказался Вольфовский двухтомник, который подарили его семье. Это было полное собрание сочинений Лермонтова. И вот уже тогда, с раннего детства, Александр Исаевич читал и стихи, и прозу. Вот в этом очерке он дает некий такой обзор творчества Лермонтова, свое видение, свое отношение. Отношение это было не всегда однозначным. Вот к роману Лермонтова «Герой нашего времени» оно именно такое. А вот что касается лирики, что касается стихов Лермонтова, Александр Исаевич всегда оставил их на недосягаемую высоту. Вот что пишет он в этом очерке. «Основной поток лучших лермонтовских стихов, да целое море их, щедр он был на их сложении, как залег в мое сердце когда-то, так и навсегда. Сильно бы обеднела русская поэзия без них». Вот так высоко оценил лирику Лермонтова Александр Исаевич Солженицын. И понятно, что те места, которые были овеяны поэтической славой Лермонтова, Александр Исаевич всегда считал своим долгом посетить. Так было и в 1994 году, когда он возвращался на родину, вот это знаменитое его возвращение. И мы знаем, что он проехал очень много мест, он побывал в разных местах. И среди этих мест, конечно же, были те, которые непосредственно связаны с именем, с личностью Михаила Юрьевича Лермонтова. Александр Исаевич в этом очерке вспоминает о том, как он посетил Тарханы. Это имение бабушки поэта, сегодня там музей-заповедник. Он побывал в барском доме, он рассказывает о том, как директор музея водила его по комнатам этого барского дома, где прошло детство Лермонтова. Он имел возможность поклониться могиле поэта. Он видел этот свинцовый ящик, в котором покоилось тело Михаила Юрьевича. Но когда он приехал на Кавказ, на Кавказские воды, то, конечно же, его путь лежал в Пятигорск, к домику поэта, к домику, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни. Александр Исаевич посетил наш домик, посетил наш музей. И вот об этом посещении, конечно, мы сегодня храним память. Я хочу сказать о том, что прекрасные фотографии хранятся в фондах нашего музея. Александр Исаевич на усадьбе музея с сотрудниками. Он в домике Лермонтова делает запись в нашей книге почетных посетителей. Замечательная фотография, очень выразительная. Александр Исаевич рядом с памятником Лермонтова. Два великих мыслителя, два мастера слова рядом на одной фотографии. Запечатлены очень красиво. Ну, а что касается вот этого его последнего посещения, мне очень хочется показать вам вот такую замечательную книгу. Это книга впечатлений почетных посетителей нашего музея. И как радостно, что тогда Александр Исаевич вот в том, в 94-м году сделал запись, которую мы бережно храним по сей день. И вот эту запись мне хочется сегодня для вас прочитать. С раннего детства я много раз читал и перечитывал том стихов и прозы Лермонтова. Был у меня собственный. Содрагновенно любил его поэзию. И еще испытывал особое личное чувство родства. И от того, что отец мой умер так же 27 лет от рода, и от того, что я родился так близко к месту смерти Михаила Юрьевича. Вот даже здесь в этой записи небольшой Александр Исаевич проводит вот эту незримую параллель, которая, как он читает, существовала между ним и Лермонтовым. Отец его не трагически погиб 27. Ровно столько было и Лермонтову, когда он ушел из жизни. Ну и место рождения Александра Исаевича, то, что он родился совсем неподалеку от тех мест, где трагически ушел из жизни Михаил Юрьевич Лермонтов. То есть вот столько много таких интересных совпадений, вот таких интересных точек соприкосновения между двумя великими нашими мастерами слова. И все это говорит, безусловно, о том, что столько же точек соприкосновения и столько же поводов для сотрудничества есть у нас с вами, у тех, кто бережно хранит память о Михаиле Юрьевиче и об Александре Исаевиче. И поэтому вот в этот замечательный день я еще раз поздравляю наших коллег и еще раз хочу уверить в том, что двери нашего музея всегда открыты для вас, дорогие коллеги. Мы вас очень любим, ждем и всегда готовы сотрудничать с вами.